Пихорский текстиль отмечает в этом году двойной праздник. 115 лет со дня основания братьями Корзинами суконного предприятия и 25-летие современной фабрики. Наша съемочная группа погрузилась в историю компании. Компания, которая стала брендом с мировой известностью. Современные высокопроизводительные машины и оборудование по последнему слову техники сейчас и не скажет, что этой фабрике уже больше века. В память о целой эпохе хранят стены основного здания, которое сохранилось с 1905 года. Именно тогда началась история пихорского текстиля. Когда в подмосковной деревне Жилино, крестьянская семья Корзин их построила небольшое предприятие по изготовлению сукна. Сукно – это был такой материал, из которого очень много шили одежды, использовали технические цели. Корзин создал еще торговый дом. Торговый дом на Тверской улице в Москве был. То есть это было достаточно динамично развивающееся предприятие того времени. Ремесло братьев Корзинах передавалось из поколения в поколение и дошло до наших времен. За это время в жизни фабрики и страны в целом произошло много событий и потрясений. Революции, войны, экономические коллапсы, годы перестройки. Спустя четыре года после распада СССР пихорская фабрика возродилась и зажила новой жизнью. Самую главную традицию мы соблюдаем – это мы продолжаем производство текстильной промышленности. Вот что самое основное. Мы не поменяли направление и я думаю, что мы продолжаем историческую веку Корзина. Изначально фабрика вырабатывала пряжу только для ручного вязания. Для того, чтобы расширить линейку производства с 2001 года, компания стала выпускать продукцию, предназначенную для машинного вязания. Сегодня этот бренд узнаваем не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Осваиваем продажи за рубежом. Мы отправили пряжу ту, которой ни у кого нет. Ни за рубежом, ни у нас. Пихорка все-таки вырабатывает пряжу и стремится ассортимент поддерживать интересный, эксклюзивный. Компания «Пихорский текстиль» выпускает более 100 тонн продукции в месяц. В каталоге фирмы около 150 наименований. Их количество увеличивается наряду с потребностями людей. Каждый моток создается, исходя из пожелания потребителей. Каждый артикул разрабатывается под определенный продукт. Пряжу невозможно не любить, наверное, да? Из нее можно делать чудесные вещи. Это же творчество. Это же, когда ты вкладываешь туда душу, в эту пряжу. Именно по такому принципу делать все с душой работают сотрудники фабрики. Любовь Тичкаева здесь уже шесть лет. Создание пряжи для нее не просто работа, а настоящее удовольствие. Это лишь на первый взгляд ее действия окажутся монотонными и однообразными. Тут разнообразие. Разные нитки, разные цвета. Мне интересно играть. Как относишься к пряже, так и она к тебе. Ты к ней с любовью, она к тебе с любовью. Ты с ней по-доброму, и она как послушная. И помягче становится. За годы своей деятельности предприятие достигло значительных высот. Об этом свидетельствуют многочисленные награды, благодарственные письма и знаки отличия. Компания принимает участие в федеральных ярмарках, международных выставках, а также благотворительных и социальных проектах. В этом году пихорский текстиль стал победителем ежегодной премии губернатора Московской области. Фабрика включена в реестр 500 преуспевающих компаний в России, награждена золотой медалью, а также вошла в список предприятий, особо значимых для экономики страны. Но самой высокой наградой коллективы руководство пихорского текстиля считает любовь и признательность людей. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.